Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Продолжаем освещать, как мы спасаем кровлю замка на Рублевке. Это поместье состоит из трех комплексов. Основного дома, комплекса для отдыха, где находится сауна, бассейн площадью 400 квадратов и гаражного комплекса около 200. Площадь кровли на трех зданиях суммарно 950 квадратов. И нам надо сделать капитальный ремонт кровли за два месяца, потому что монтируем мы кровлю из мягкой плитки Тегала. И температурный режим монтажа до плюс 5 градусов. И вообще для наших заказчиков очень важны сроки. Во второй части мы подробно показывали демонтаж старого кровельного покрытия и технологию утепления кровельного пирога. А в этой третьей части мы подробно расскажем о технологии монтажа мягкой плитки, начиная от фанеры и так далее, и всех комплектующих. После монтажа кровельного пирога, утепления, монтируем влагостойкую фанеру ОСП-3. Большую часть занимает подготовка под укладку мягкой плитки, в частности монтаж фанеры ОСБ. Монтировать нужно только ОСП-плиту. Бывает такое, что когда демонтируем гибкую плитку, под ней находится обычная фанера ФК. Категорически ее монтировать нельзя, она отслаивается от лаги и кровля приходит, кровельный материал в негодность. По прошествию двух лет. При монтаже самой фанеры ОСБ нужно давать зазор 3-4 миллиметра. Как правило, рабочие вставляют гвоздик или саморез между листами фанеры. И получается специальный шов, потому что все-таки эта древесина может играть от влаги и перепада температур. Непосредственно перед монтажом самой мягкой плитки нужно вывесить все водостоки, крюки и водосточные желоба. Важное замечание, при работе на высоте обязательно используйте страховку. На нашем Эркеве углы нестандартные. Мастеру приходится сводить все вручную. Основной дом мы закончили подготовку полностью. На гаражном комплексе и домика охраны уже производится непосредственно монтаж мягкой плитки. На этом объекте кровля у нас мансардная. И поэтому на самом коньке обязательно нужно вырезать технологический разрез для вентиляции подкровельного пространства. Монтировали мы бруски 50 на 50 с подкладкой. За счет этой обрешетки в бруске 50 на 50 здесь производится вентиляция. Мы как раз находимся в участке карнизного свеса. Бруски 50 на 50 образует вентиляционный зазор, который мы задекорировали вентиляционной лентой ПВХ. Дабы здесь не гнездились насекомые, птички и так далее. В этой области будет приток воздуха и выход на коньке. Если вы не сделаете все по технологии, то я вас уверяю, вы будете переделывать. Вентиляция мансардной кровли это очень важная вещь. После монтажа фанеры важным комплектующим элементом мягкой плитки является подкладочный ковер. Несмотря на то, что производителей мягкой плитки довольно-таки много на российском рынке, их технологии по монтажу отличаются друг от друга, но основные моменты все-таки одинаковы. И что касается нашей кровли, в данном случае гаража, мы подкладочный ковер используем по всей площади. Хотя у некоторых производителей, еще раз повторюсь, подкладочный ковер рекомендуют они использовать по периметру и на карнизных свесах. Как правило, это если угол наклона кровли 30-25 градусов. Если угол опускается ниже, то в принципе подкладочный ковер рекомендуется использовать по всей площади кровли. Я знаю одного производителя у нас на российском рынке, у него вообще четко записано. Без использования подкладочного ковра гарантия 15 лет. Имейте в этом ввиду и внимательно читайте инструкции. То бишь, если вы не использовали вообще подкладочный ковер, одним слоем хотя бы, то гарантия 15 лет вместо 30. Так как известно, что яндовая такая опасная зона на кровли, где скапливается снег. Помимо подкладочного ковра, мы стелим самоклеивающийся подкладочный ковер. Сейлбар супер. Здесь у вас не получится разорвать вот в этом месте яндовую, даже если вы захотите. Очень прочная подкладка. После того, как мы установили карнизный капельник, который направляет воду сам водосточный желоб. Очень важно проклеить по периметру подкладочный ковер к самому капельнику. И тогда никакой ветер не сможет задрать ваш кровельный материал. Пару слов о монтаже самой плитки. Тегала. В нашем случае клиент выбрал именно ее серый цвет мозаика. Вот я держу в руках один гонд. Производитель Тегала на эту плитку мозаику дает гарантию 55 лет. Впечатляет. Гарантия приличная. Когда мне будет 96, я приеду и сделаю обязательно обзор по этой плитке. Что с себя она представляет. Любая плитка, она проста в монтаже. Исключены фактически все доборные элементы. Просто обрезаются эти лепестки. Эта же плитка является начальной по карнизному свесу. Из этого гонта делаются коньковые лепестки. Вырезается, лепестками монтируется на конек. В принципе, комплектация довольно-таки простая. Наша компания прямо на объекте гнет на гибочном станке все планки из металла, требующиеся к монтажу мягкой плитки. Боковой капельник или фронтонный. Вот он имеет такое сечение. Фронтонный капельник крепится на подкладочный ковер. А карнизный капельник крепится под подкладочный ковер. Это очень важно. Запомните, на подкладочный ковер. Под подкладочный ковер. Производится монтаж довольно-таки просто. Как бы наслаиванием. Каждый гонт прикрывает следующие. Места крепления гвоздей. Как любой кроематериал, в принципе, монтируется снизу вверх. И так далее. Ориентиром нам служит нижняя плитка. Выставляем по ней. Следующий гонт накроет эти места крепления. При монтаже мягкой плитки рекомендуется использовать яршонные гвозди. Только яршонные. И точка. Лепестки сейчас не приклеены. Но они обязательно склеятся, когда температура окружающего воздуха будет плюс 15 и выше. У вас при монтаже останутся небольшие отходы. Вы будете заходить плиткой на фронтонный капельник. Для этого вам нужно обрезать излишки. И обрезать нужно обязательно, чтобы оставалась сантиметровая канавка для схода воды. Потом обязательно нужно приподнимать плитку и промазать тщательно битумным герметиком. Кровля довольно-таки пологая. Есть такие участки, где залежи снега. И вот как ее обыграть. Подшить софитом, либо пластиком, или самой плиткой я бы не хотел. Эту зону мы решили сделать из гладкого листа. С такого же листа, которого делаем карнизные капельники, боковые элементы. Согнули на станке, завели под боковой капельник фронтонный. И подкроили материал на сантиметров 25. Даже если будет здесь, представим, зимой стоять глыба снега, никаких протечек в этой зоне не будет. Теперь я расскажу о монтаже мягкой плитки в зоне яндовой. Самый действенный способ, это способ монтажа в подрез. Производим мы монтаж гонтов по горизонтальному скату. И заводим на эту часть яндовой. Далее мы производим укладку мягкой плитки на этой стороне ската. Получается у нас перехлёст. Нижние гонты зашли у нас на 30 сантиметров на эту часть, а этой ее прикрыли. Остается всего лишь навсего ровно сделать подрез по линии. Здесь пока мы приостановили работы, потому что клиент пожелал здесь сделать второй этаж обитаемым, жилым. На стене отобразились контуры старой кровли. Новая кровля будет иметь другие очертания. И в том месте, в центре будет дверь, связующая два помещения. Эту стену почти 6 метров клиент хочет вообще сломать, чтобы иметь возможность раздвинуть входную стеклянную группу, создать эффект нахождения на улице. Для того, чтобы выполнить эти работы, нужно провести сложные инженерные расчёты. Ну вот, гаражный комплекс мы уже покрыли. Клиент от мансардных окон здесь отказался, а эти фонари придают кровле какой-то фишкой. Здесь ещё мы будем подшивать софитом. По водосточной системе обязательно всё надо тщательно закерметизировать, чтобы не возвращаться. А теперь поднимемся на крышу основного дома. На крыше основного дома работы ведутся полным ходом. 3-4 дня и эта крыша будет готова, там кроме мелких штрихов. Мне клиент показывал фотографию. Зимой прям висели здесь сосульки огромные. Он мне спрашивал, почему это. Конденсат пар из котла бьёт в крышу флюгарки и растекается. По правилу, нужно трубы из котла вывести. Но там ковка мешает. У нас была задача спасти флюгарку эту красивую и решить проблему. Вылетающий пар, он сразу улетучится. Наледи зимой больше не будет. На главной кровле есть два купола. Их венчали вот такие наконечники, шпили кованые. Соответственно, мои кровли купола чуть расширили, угол изменился. Мы сделали новые фартуки пошире и прокрасили. Прослужит ещё столько же лет. С весой кровли мы подшиваем пластиковыми софитами с профилем Т4. Забор воздуха идёт с лобовой части карниза под жёлобом. И мы используем сплошные софиты. Целый софит намного красивее перфорированного. Кровля основного дома почти закончена. Остались мелкие штрихи. Те сопряжения дымоходов мы делали фальцевым способом на двойной замок. Здесь 30 мм для выхода тёплого влажного воздуха. Дефлектор для улучшения вытяжки. С вами был Мороз Алексей, компания Крупп Монтаж. Пока!